Добрый день, дорогие участники, дорогие коллеги будущих. Позвольте начать вебинар, посвященный подготовке к Международной Олимпиаде молодежи 2020 года по направлению высоковетельного. Сегодня мы разберем вопросы Олимпиады, первой ее части, пусть тестовые задания, и вебинар у нас будет построен в следующем году. Первую часть вебинара я буду отвечать, я буду рассказывать о заданиях, где-то это займет, я думаю, минут 30-40, а вторую часть вебинара вы можете... Так, значит, мы с вами начнем тогда... Сегодня у нас будем поговорить про тестовые задания и как к ним готовиться. Значит, еще раз быстро. Значит, надеюсь, что вы неплохо знаете тот регион, в котором вы интересуетесь, на который вы планируете поступать, и вот эти рекомендации для того, чтобы освежились в памяти другие регионы, которых вы знаете меньше, но они представлены все равно в Олимпиаде. Значит, первые... Предлагаю идти в таком порядке. Сначала вы читаете первые две книги, Вегасин и Васильев, «История Древнего Востока» и просто «История Востока» в двух табах. И вы начинаете ориентироваться хозяева в эпохах, в странах и так далее. Значит, когда вы... Ну, естественно, основной упор вы при этом делаете на четыре региона, которые представлены у нас в Олимпиаде. Это Китай, Япония, Корея и Арабские страны. Дальше. Когда вы прочитали вот это вот, если у вас остается время, значит, и если вы эти книги еще не читали, вот рекомендую прочитать хотя бы просто учебник по истории Китая, истории Японии, Кореи и Клишинские истории арабов. Кроме этого, вам в подготовке, как я уже сказала, очень помогут. То есть чтения, новостей о вашем регионе. То есть вы начнете ориентироваться в высших государствах на золотостях, в административном делении, у вас на духу будут названия валют, актуальные проблемы международной политики, которые тоже есть в Олимпиаде. Вот. Значит, вам поможет знание политической карты мира, ну, в Азии, в первую очередь, естественно. Знание этно-лингвистической классификации народов мира, то есть у нас есть, допустим, многоевропейские языки, есть тюркстые языки, и вот желательно отличать, кто на каких языках говорит, да, в какой стране, в какой народ. И оно, если вы эту классификацию не знаете, то оно вам может принести довольно много сюрпризов. Например, вы знаете, что там китайский, японский, совсем неровные языки, в Иране и в соседних судах, в Иране и соседних тоже говорят на языках разных языковых групп, в общем, желательно это всегда представлять. Значит, и, ну, и, например, просмотр художественных, исторических и прочих фильмов о странах-востах, чтобы иметь перед глазами визуальный образ, потому что создания, связанные с картинками, тоже вам не реально представлены. Вот, ну, это как бы все, вот, это второстепенно. Первое, это, конечно, чтение книг по истории, по современности от тех стран-востов, которыми вы интересуетесь. Значит, идем дальше. Первое у нас, теперь пройдемся по заданиям. Первое задание – это тест с вариантами ответов, с единственным правильным вариантом ответов, и, значит, он, в основном, у нас, конечно, направлен на выявление конкретных знаний. В некоторых случаях, в некоторых случаях, там, ну, вы просто не ответите, если вы не знаете, вот, но в некоторых случаях я могу, вот сейчас я просто подскажу, как можно, допустим, методом исключения выявить. Ну, вот, например, разберем два задания. К правлению какой китайской династии относится к плаванию адмирала Джанхэ в побережье Восточной Африи? Здесь правильный ответ иметь. Это мы сейчас рассматриваем задания прошлого года, которые вас в демонстрационном варианте представлены. Вот, ну, в принципе, то есть надо знать, либо конкретно, что адмирал Джанхэ, он жил, значит, его жизнь относится к Кокхи Мин, либо, например, представить, когда он жил, и, соответственно, соотнести это со знаниями эпох Китая. Дальше. Значит, следующее задание, оно, из примера, оно попроще. Значит, сколько, на каком из островов Японии расположено больше всего префектур. Ну, значит, здесь правильный ответ в консу. В принципе, если вы в Японии представляете, вы должны себе представить, что консу самый большой, самый населенный из острова, конечно, предположить, что наибольшее количество административных единиц расположено вот на этом. Дальше. Значит, следующий, вот это такой хороший пример того, как можно решить задание, когда вы, может быть, не знаете верный ответ. Вот, значит, какой из ниже приведенных, перечисленных примеров в этой графике не был дошифрован? Значит, и варианты. Шанэннинские надписи на гадательных костях, шумерские, глиняные таблички, гипетские тексты пирамиды, харапские надписи. Значит, допустим, вы точно не уверенно можете расследовать следующий опыт. Потому что, значит, шумерские, глиняные таблички, ну, вы там все читали, не знаю, не глиняные таблички, но все равно это клинопись. Вы слышали про глагонах и мурак, что они переведены. Эпоса Гельгамеша и много чего с шумерских клинописей, оно переведено. Соответственно, шумерские глиняные таблички очевидно дошифрованы. Тексты пирамиды, тоже достаточно известный памятник, про Шумбальона, допустим, слышал тот, кто интересовался историей дешифровки египетской письменности. Вот, и, значит, тоже его тогда исключаем, потому что это явно дешифрованная история дешифрованного неизвеста. Значит, Шамлинский, ну, кто не знает, судя по названию, вы можете догадаться, что это какой-то китайский памятник, ну, соответственно, китайской письменностью, хоть модифицирован, значит, китайцы пользуются до сих пор, и можно как-то предположить, что, значит, это тоже дешифрованный памятник. Вот, Харапские надписи. Харапские надписи, ну, если специально вы не переставались, вы вряд ли они слышали, и о чем они, соответственно, вы тоже вряд ли слышали. И здесь, в этом исключении, вот, собственно, можно выбрать вот этот вот ответ, потому что, ну, просто потому что вы о нем не знаете. Или это предправить. Харапские надписи не были дешифрованными. Дальше, вот, еще один пример, когда вы просто методом исключения можете догадаться, даже если вы не знаете. Правящая династия какого из перечисленных китайских государств включала только одного императора. Цинь, Синь, Цинь и Сунь. Вот мы смотрим, что эпохи Цинь, Цинь и Сунь, они довольно известны, длительны, повредны. Да, может, вы не помните точно, когда они были, сколько веков они делись, но они все равно длительны. Такое государство Синь вообще мало кто слышал, но, может, кто-то только очень специфически интересовался историей периода Хань. И, соответственно, если вы по нему не слышали, очень вероятно, что как раз он и состоял только из одного императора. Вот, поэтому, значит, здесь правильный ответ Синь. В принципе, можно методом исключения об этом и догадаться. Дальше. Значит, следующая часть – это тоже тестовое задание с предложенным вариантом ответа, но с той разницей, что здесь два правильных ответа и, соответственно, дается два балла за каждый из этих вопросов. Значит, и сразу скажу, если у вас один правильный, то дается вам один балл. Если второй вариант неправильный, то дается вам ноль баллов. Вы получаете не балл, а один балл. То есть, если вы на половину правильно отвечаете, то вы получаете половину баллов. Вот пример задания достаточно простой. То есть, какие из перечисленных экспериментов государств не входили в французский индукитай. Мы знаем, что французский индукитай – это три у нас страны. Вьетнам – современных три государства. Вьетнам, Камбоджа, Лаос. Соответственно, остались у нас Таиланд и Бирма. Они, соответственно, у вас правильных ответов, которые вы должны отменить. Следующее задание, следующий пример задания, оно тоже, в принципе, относительно простое. То есть, оно сложнее, чем предыдущий пример. Но, в принципе, здесь тоже можно догадаться, даже если вы не сильно ориентируетесь в Японии. Какие из перечисленных религий исповедуются большинством населения Японии? И варианты Синто, бургизм, направление Маханьяны, бургизм, направление Тхеравады, католицизм и протестантизм. Значит, ну, естественно, мы сразу отметаем, надеюсь, что вы сразу отметаете католицизм и протестантизм. В Японии есть христиане, но их достаточно мало. В отличие, например, к Южной Корее. Вот. Синто, ну, это традиционная японская религия, которая достаточно на слуху, соответственно, вы ее отмечаете. Вот. И нам осталось выбрать между буддизмом, направлением Махаяны, и буддизмом, направлением Тхеравады. Ну, здесь как бы надо знать, что, в принципе, в Восточной Азии в целом, в Корее, в Китае, весь буддизм, который там исповедуется, это Махаяна. Вот просто, ну, вот это вот надо узнать. И поэтому буддизм, направление Тхеравады, мы тоже отметаем, и, значит, 1 и 2 – это правильные ответы. Так. Следующий пример приведу. Тоже здесь можно, скажем так, догадаться, ну, методом исключения. Большинство населения каких-то из перечисленных стран говорит на индоевропейском языке. И дальше у нас перечислены мусульманские страны. Значит, у нас Египет, Ливия, Иран, Пакистан и Орданин. Вот. Ну, и здесь нам, чтобы выбрать, допустим, вы не знаете точно насчет индоевропейских языков, вам нужно тогда исключить страны, где говорят на арабском, на диалектах арабского языка, которые относятся у нас в мусульманские европейские языки. И это там, соответственно, ну, надеюсь, вы знаете, что в Ливии и Ордане говорят на диалектах арабского. Соответственно, методом исключения у нас остается Иран и Пакистан. Вот. Ну, может быть, если вы с этнерапевистической классификацией не знакомы, это задание, конечно, может сложнее показаться. Следующий тип заданий, который мы рассматриваем, это задание на соотнесение. Значит, что здесь может быть? Здесь может быть соотнесение, ну, как в примере на слайде. Значит, форма управления и государство. Может быть, выстраивание событий в правильной последовательности. Ну, в принципе, любых. Или выстраивание периода, например, в тайской, например, в истории в правильной последовательности. Иногда там нужно соотнести картинку с каким-то определением. Давайте посмотрим на несколько примеров. Значит, первый пример тоже достаточно у нас, ну, относительно, на мой взгляд, простой. Значит, здесь нужно форму управления соотнести со страной. Вот. Допустим, вы до конца не уверены в том, какая, значит, у нас как-то ненуженна власть в этих вот странах. Ну, значит, сразу вы, если интересуетесь востоком, можете выбрать две монархи. На списке две монархи. Одна конституционная, другая абсолютная. В правой колонке вы, ну, не так кажется, можете довольно легко определить, кто из этих стран являетесь монархи. Значит, у нас в Японии есть империады, соответственно, это какая-то форма монархи. И в Саудовской Аравии, ну, тоже монархи по форме правления. Значит, и, соответственно, мы должны выбрать, какая из них конституционная, какая абсолютная. Про, значит, японский парламент, почему я говорю, что, прошу наследить за новостями, про японский парламент, про борьбу, там, внутриполитическую, про японского премьер-министра, достаточно хорошо наслышаны. Вот, соответственно, легко предположить, что это у нас конституционная, это моментарная монархиа, и поэтому он учится. Первый – это Б. Конституционная парламентская монархи – это Япония. А Саудовская Аравия – это абсолютная монархиа. Дальше у нас остались Индия, Индонезия. Соответственно, это парламентская республика, и Дерская республика. Вот, но здесь тоже, вот, хорошо вот следить за новостями, потому что премьер-министра Индии, Нарендру Моди, все слышали, да? Вот, как там зовут президента, ну, никто особо не знает. Вот, соответственно, это, это не президентская парламентская республика, но, вместо того, в исключении, у нас Индонезия осталась президентская республика. А вот таких вопросов, то есть вы, допустим, вы не знаете точно, но вы можете подумать и можете путем таких предположений, логических заключений, прийти к правильному ответу. Немножко сложнее могут показаться вот такого типа задания, там, где нужно картинку соотнести с каким-то определением. Ну, у меня не поместилось полностью это задание. Значит, здесь задание началось так. Здесь представлен традиционный женский костюм, и нужно выбрать страну, в которой его носили. Ну, вот здесь почему я сказала, что хорошо смотреть исторические, например, ну, и не обязательно исторические фильмы, потому что тогда вы начинаете себе представлять, как... Достаточно один фильм посмотреть, и вы начинаете представлять, вот как выглядит традиционный костюм. Соответственно, вот у нас справа кимоно, в центре силуэт и прическа, отчетливо, это значит, корейские. Значит, и там варианты еще были Китай и Вьетнам, ну, Вьетнамку можно вот в такой широкополой шляпе опознать, китайские костюмы по фикцинам, ну, признания в одином тоже можно распознать, вот в этом. Вот, поэтому... Вот поэтому вы, что, хорошо бы смотреть фильмы, ну, или хотя бы картинки. То есть вы читаете учебник, читаете историю, можно сразу прочитали какую-то эпоху, в каком-то действии, открываете интернет и смотрите картинки. Дальше. Вот такое вот задание, связанное с Древним миром. Здесь можно... То есть оно выглядит, может быть, немножко страшно, потому что там вообще одни картинки, никакого текста. Вот. Хотя не знаю, может, наоборот, кому-то очень покажется, кто в Древнем мире хорошо ориентируется. Значит, здесь надо соотнести представленную вот на верхних картинках письменность с регионом, где она была распространена. Вот. Значит, первое, это у нас клинопись, вот та самая, о которой мы уже говорили. Значит, и распространена она была, ну, в Междуречье, это карта под буквой В обозначенная. Вот почему, собственно, хорошо вы знаете карту тоже. Дальше. Вот это вот, ну, с мелкой достаточно, но, в общем, если вы присмотритесь, увидите, там сокол есть, значит, анубис там, по-моему, в общем, видно, что это можно узнать, видите, какие иероглифы. Соответственно, карта номер под цифрой, под буквой В, да. А, значит, дальше. Дальше у нас вот это шаминские те самые надписи, которые были распространены в Китае, это карта Г, ну, а третье это вот неведомая письменность, которая не была дошипрована, это, значит, харапшская письменность или риндская цивилизация, это буква А. Следующее задание, которое может быть с картинками, значит, оно относительно, это, значит, здесь представлены различные архитектурные памятники из различных эпох китайской истории. И нужно эти памятники соотнести с соответствующей эпохой. И, значит, эпохи там были следующие. Цинь, Цинок, Минь и Там. Вот. Ну и когда это, в принципе, сложно, может быть, даже для тех, кто интересуется больше всего Китаем. Но, на самом деле, можно немножечко попробовать поросудить. Значит, верхнее правое изображение это довольно известный памятник, это гробница Циньшхуана. Вот. И, соответственно, тут, ну, можно сразу догадаться, что это самый древний памятник относится он к эпохи Цинь. То есть его мы уже определили. Дальше у нас памятники чуть-чуть, ну, кому как, но, в общем, чуть-чуть менее известные для внешнего наблюдателя, чтобы гробнуться Циньшхуана. здесь мы можем попробовать посмотреть на вообще сложность архитектурного исполнения. То есть у нас, очевидно, левый верхний памятник, он относительно примитивно построен. Правый, нижний, он достаточно полезящий. Ну, и, наконец, правый, нижний, вот этот вот каменный ладья, он, наверное, самый сложный. В соответствии с этим мы можем предположить, что тот, который наиболее грубо слеплен, он, скорее всего, был построен раньше. Тот, который наиболее изящный, там, наиболее тонкая работа, наиболее сложная техника архитектурная, скорее всего, он был построен позже. Ну, и, вот, значит, нижний, правый, он где-то, наверное, посередине. Вот, дальше пожарная тревога. Дальше мы ой, пожарная тревога теперь сработала. Дальше, значит, мы смотрим и пытаемся расположить эпохи в храмологическом порядке. У нас, получается, первая по времени эпоха Тан, это, соответственно, вот эта вот памята. Дальше у нас эпоха Мин, это вот храм неба, ну, и каменная плодиа, это эпоха Акции. То есть, может быть, все вы не угадаете, но, примерно, вы можете предположить, и, может быть, даже вы верно ответите на эти загадки. Дальше, ну, и последний у нас тип заданий, он только в одиннадцатом классе представлен. заданий. Да, значит, последний тип заданий, это задания с открытым ответом. То есть, там, он есть только в одиннадцатом классе. Он достаточно сложный, но он, да, достаточно много вопросов, поэтому желательно постараться тоже на них ответить. Значит, в Барбово там обычно бывает два варианта. Это либо какая-то картинка, ну, вот, как в прошлом году это были какие-то памятники, нужно было узнать, собственно, кто представлен к кому-то памятник. Либо это какой-то памятник, переведенный на русский язык, и который нужно, значит, к нему тоже нужно возложить на какой-то вопрос. Значит, ну, посмотрим с картинками. Понятно, что это достаточно сложно, здесь уже методом исключения не получится, но порассуждать вы, значит, сможете. Можно попытаться что-то написать, даже если вы не уверены с этим. Вот, единственное, против чего я хочу предостеречь, да, балл и минус, конечно, не уходит, но все-таки, вот, вот это вот задание, которое вот сейчас на слайде представлено, значит, в прошлом году при проверке чего-то вот там только не было. Значит, это памятник корейским женщинам решения по стартавшим годам Второй мировой войны. Вот, ну, понятно, можно это не знать и памятник, можно вообще не знать весь этот эпизод, но все-таки, значит, антирейтинг ответов возглавлял ответ, что это памятник Мао Цзюду. Значит, бог с ним, что там девушка, что это, значит, корейское национальное платье, она одета, но все равно, по-моему, совершенно очевидно, что это девушка, каким образом, это рука, довольно молодая, каким образом, это может быть Мао Цзюду, рука, не совсем понятно, такое лучше не писать, конечно, заведомый бред, вряд ли в Олимпиаде представлены. Вот, другой вариант задания с картинкой, вот он, с одной стороны, вроде бы сложный, да, но здесь можно попробовать что-то как-то угадать. Значит, это памятник, ну, я сразу скажу ответ, это памятник Чан Кайши. Можно узнать вообще, как выглядит ему памятник, на самом деле, но вот что мы видим на картинке, то есть мы видим какого-то деятеля, да, и на фоне, значит, сзади там видим иероглип, да, мы не знаем, не читаем, допустим, по-китайски пока, но мы вот видим там по-китайски, написано, соответственно, предполагаем, что это Китай. Дальше мы смотрим, что у нас два знамени, два флага государственных, ну, скорее всего, государственных, сбоку от него расположены, и если мы себе примерно представляем хоть какие-то флаги, вы понимаете, что это не флаг Кайши, то есть это какой-то альтернативный, то есть это памятник государственному деятелю, но в каком-то альтернативном Китае, ну, то есть на Тайване. То есть если вы немножко к Китай ориентируетесь, можете предположить, что это памятник как раз в Чан Кайши, хотя даже если вы не знаете, как он выходит, ну, хотя бы написать, что это памятник, кто не знает, президента Китайской Республики решили покоя. Может повезет, и какие-то баллы, значит, вам за это дадут. Вот этот порядок, да, можно пытаться порассуждать, хотя даже если вы не знаете. Так, теперь текст. Значит, здесь, вот это задание простое, конкретно, который я даю. Значит, здесь надо просто узнать памятник, вот, мало ли, ну, можете прочитать там текст, я не буду его сейчас в сутки производить. Значит, но мы читаем, и сразу видим, у нас тут благородный муж, почтительность к родителям, значит, уважение к старшим братьям, человеколюбе и прочие его термены, которые у нас ассоциируются с Чан, естественно, с Китаем. Не просто с Китаем, а с конкурцианством. Конкурцианство, основной, основоположник конкурцианства Конкурцианства, простите, задавайте автологию, основной памятник, значит, который воспроизводит его учение, это беседы и рассуждения, или лунг-юй. Можно было написать, значит, конкурцией, не очень хорошо, но, так сказать, правильно, можно было написать беседы, рассуждения, можно было написать лунг-юй, ну, в общем, здесь любой ответ, он, в принципе, здесь засчитывается, но это достаточно простой. Здесь ответ, опять-таки, можно было угадать, на самом деле, потому что, вот эти все понятия, если вы, естественно, вы вряд ли знаете наизусть лунг-юй, но вы можете предположить, что это оттуда. Дальше, следующее, ну, это тоже здесь надо было узнать памятник, но, значит, здесь немножечко сложнее может показаться, хотя кому-то зависит от того, каким регионом вы интересуетесь. Это, значит, одна из сур Корана, здесь можно было написать Коран, ну, или там, где-то есть, не знаю, что-то похожее, да, отсылающее нас к славу. Значит, здесь, значит, понятно, да, у нас здесь отсылка к молитве, то есть это какая-то монотеистическая у нас великия, и при этом у нас отсылка к тому, чтобы накормить бедного, значит, давать подаяния, мы, ну, если немножко себе с вам представляем, такая социально ориентированная очень религия, где милостыня занимает большое очень место среди обязанностей верующего, мы можем догадаться как по сути, что это Коран. Дальше, ну, вот здесь вот сложнее, пример посложнее. Значит, здесь дан текст некоего послания, и нужно угадать, написать, что вот за автор этого послания. Значит, мелкие суверенные государства, имеющие границу по берегу, истерии, стремятся поддерживать дружеские отношения. Значит, ладно, не буду я его читать, значит, смысл в том, что, значит, если он читает, все понимаете, речь идет о том, что какой-то правитель пишет правителю Японии, и при этом он пишет о Корее, о Корею это Корея, что Корея, она уже мне подчинилась, и дальше этот правитель в такой ненавязчивой форме он предлагает Японии тоже, ну, скажем так, подружиться, то есть сложить оружие, сдастся, вступить в союз с этим правителем. Вот. Теперь, значит, надо, выяснить, кто же это такой был. Ну, если мы истории Японии, ну, по стилю мы понимаем, что эта память достаточно разная, явно там не 20-й и даже вряд ли 19-й. Никак не позже 19-го века память не сочиняется. Значит, дальше, значит, мы примерно вспоминаем историю Японии, и если мы хотя бы в общем что-то так ее себе представляем, мы вспоминаем, что, в общем-то, только один раз был в истории Японии, когда на нее кто-то нападал. Это попытка монгольского вторжения в конце 3-го 2-й половине 13-го века. Значит, с этим мы определились, теперь мы, значит, какой-то вот монгольский правитель, он пишет письмо Японию, японскому правителю. Вот. Значит, ну и теперь уже надо знать, собственно, кто был потомком чингизитов, который правил в Китае и пытался забывать информацию, но это был Кубилай. А даже если вы не написали Кубилай, вы можете написать там Монгол или что-то такое, то есть вы хотя бы продемонстрируете, что были на верном пути. То есть обладание посложнее, но в принципе его логически можно решить, если вы немножко себе представляете историю Японии. Так, в общем, достаточно быстро рассказала. Если есть какие-то вопросы по поводу, например, подготовки по поводу инновационных моментов, вы можете их задать под комитетом. Спасибо за внимание, жду ваших вопросов. можете напечатать, можете лучше напечатать. Я понимаю. Спасибо.